Студенческая весна 2024 стартовала. В этом году также студенческая весна – это самое долгожданное, ожидаемое яркое событие весны. Все студенты готовятся. Если мы говорим об особенностях этого года, то в первую очередь это две специальные номинации – «Год семьи» и «Год технологий». У каждого института, факультета была задача подготовить часть номеров по данной тематике. Я думаю, что как раз уже сегодня мы начнем наблюдать эти семинары. Цвет глаз меняется, во-первых, при рождении. Доказано, что уже свыше 80% детишек рождаются голубоглазыми. А потом в течение нескольких недель, месяцев увеличивается отложение пигмента в радужке. И в зависимости от этого формируется тот или иной цвет радужки. Покупочки стали увлекательней онлайн-форматом. Существуют определенные лимитированные скидки, которые да. Да, это сезонные распродажи, это всевозможные акции, это да. Это тот инструмент, который себя оправдывает. Вспомните пример с «Черной пятницы». Он всегда проводится в ноябре, перед новогодними распродажами, перед новогодними праздниками. Но когда вы видите, что скидка 50-60-70%, это, ну, вот эти к ней надо относиться с осторожностью. И всегда смотрите, с чем это связано. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Александр Фирсов. Состоялся визит первого проректора. Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрия Таюрского в Японию. В рамках встреч обсуждали перспективы совместных научных исследований и программ аспирантуры. Визит в Университет Кумамото носил официальный характер. На Большом семинаре Дмитрий Таюрский представил деятельность Казанского университета. Состоялась встреча проректора с вице-президентом Университета Кумамото, профессором Митсуи Кишида. В ходе встречи участники обменялись мнениями о потенциальных направлениях сотрудничества. Также обсуждалось партнерство в сфере естественных наук. По итогам визита стороны договорились о проведении кратковременных стажировок молодых ученых Казанского федерального университета в Международном исследовательском центре медицинских наук Университета Кумамото, научно-исследовательская база которого, как отмечает Дмитрий Альбертович, уникальна. Напомним, в 2021 году между вузами было заключено соглашение об академическом обмене. 11 марта стартовало главное творческое событие этой и, в общем-то, любой весны в Казанском федеральном университете. Две недели грандиозных концертов, все подразделения КФУ, сотни студентов и преподавателей. Чего ждать в этом году? Расскажем далее. Мы уверены, ты уже знаешь, чем займешься в ближайшие две недели, а именно вечерами с 11 по 29 марта. Да, речь идет о поистине легендарной студенческой весне. Из года в год студенты всех подразделений вуза разрабатывают самые яркие и незабываемые концертные программы, включающие в себя вокальные, инструментальные и танцевальные номера, театральные постановки и живое общение со зрителями и членами жюри. Что ж, с каждым годом задача усложняется. Ведь на студенческой весне Казанского федерального университета демонстрируют самые лучшие авторские задумки. В этом году также студенческая весна – это самое долгожданное, ожидаемое, яркое событие весны. Все студенты готовятся. Если мы говорим об особенностях этого года, то в первую очередь это две специальные номинации – «Года семьи» и «Года технологий». У каждого института, факультета была задача подготовить часть номеров по данной тематике. Я думаю, что как раз уже сегодня мы начнем наблюдать эти номера. В каждые из представленных дней культурно-спортивный комплекс «Уникс» будет наполнен не только самыми активными и амбициозными студентами, непосредственно участвующими в основном действии, но и профессорско-преподавательским составом вуза и ликующими зрителями. Сегодня, 11 марта, первыми стартовали Институт математики и механики имени Лобачевского и Институт фундаментальной медицины и биологии. Подробнее об их представлениях мы расскажем в одном из следующих выпусков. В этом году студенческая весна проходит с 11 марта по 29 марта. Обычно, как всегда, в финальном 29 марта мы поедем в набережные Челны и Елабуку, и там уже ребята покажут также свои программы. Студенческая весна – это самое ожидаемое событие. К данному мероприятию студенты готовятся уже с декабря, с ноября. Как только заканчивается фестиваль «День первокурсника», уже начинаются новые идеи, уже команды собираются, готовятся. Поэтому, да, конечно, все ждут весну, с этого и начинается наша календарная весна, яркая, солнечная. Ну и, конечно, творчество нас радует вместе с солнечной погодой на улице. Студенческая весна – это именно то мероприятие, на котором, пожалуй, должен побывать абсолютно каждый студент. Но если по каким-то причинам посмотреть вживую вы не смогли, расстраиваться не стоит. Ведь большая команда телеканала «Универ ТВ» не оставит в беде. Наблюдайте за серией трансляций в официальной группе социальной сети ВКонтакте. Ждем именно тебя. Карина Саяхова, Тимур Ахметов, «Универ Новости». Сегодня, как никогда, актуален онлайн-шоппинг. Это просто удобно и экономит время. Особенность такого шоппинга в том, что здесь не нужен личный контакт, не нужно никуда выходить. К таким условиям нетрудно привыкнуть. Но что может скрываться за таким, казалось бы, безобидным времяпрепровождением? Многие люди признаются в зависимости от онлайн-покупок. Ведь для одних это экономия времени, а для других попытка справиться со стрессом и поднять себе настроение. Однако порой многие даже не догадываются, что маркетплейсы самим фактом своего существования влияют на их выбор. По словам экспертов, часто потребитель не знает, что он хочет в первые минуты подбора вещей онлайн. Потребуется небольшое количество времени, и все. Ты в пучине соблазна. Прежде чем выпустить продукт, чем выложиться в его производство, нужно, конечно, оценить рыночное преимущество, целевую аудиторию, на кого этот продукт. Понимаете, да? И самое главное – ответить себе на вопрос, а почему будут покупать мой продукт? Потому что сейчас очень много производителей схожих продуктов по функциям, по свойствам, по качествам. Но когда вы уверены в уникальности и незаменимости вашего продукта, то здесь работает очень простое правило – сами придут, сами купят. Покупая товар онлайн, потребитель не может оценить его реальную необходимость, ведь перед глазами картинка. Если в реальной жизни покупку можно потрогать, повертеть в руках и оценить все «за» и «против», то в онлайн-покупках такая возможность отсутствует. Здесь основной критерий выбора – нравится или не нравится. Если мы говорим о качестве продукта, то мы уже прекрасно понимаем, что самая хорошая реклама – это ее отсутствие. Потому что когда товар хороший, его будут покупать и без усиленных мероприятий по управлению, продажам и продвижению. Конечно, первое время можно вызвать с помощью рекламных инструментов, пиара, всевозможных инструментов продвижения, просто интерес, интригу вокруг продукта. Но как только пойдут первые отрицательные отзывы – маркетинг бессилен. Конечно, не надо верить большим скидкам, потому что мы прекрасно понимаем, что чем выше скидка, тем меньше прибыли производителю. Кто на это пойдет – нет. Существуют определенные лимитированные скидки, которые – да, это сезонные распродажи, это всевозможные акции, это – да. Это тот инструмент, который себя оправдывает. Вспомните пример с «Черной пятницей». Он всегда проводится в ноябре, перед новогодними распродажами, перед новогодними праздниками. Но когда вы видите, что скидка 50-60-70%, к ней надо относиться с осторожностью и всегда смотреть, с чем это связано. Маркетплейсы умело манипулируют потребителями, убеждая купить здесь и сейчас по выгодным ценам. Могут быть ограниченные предложения, скидки, определенные часы, когда товар продается именно по этой стоимости. У покупателя возникает страх упустить выгоду, и он берет товар, даже если он сейчас не нужен. Арина Арсланова, Тимур Ахметов, Универ Новости. По статистике, сейчас на Земле более 50% людей имеют карие глаза. Например, я. Но ученые утверждают, что 10 тысяч лет назад на нашей планете все люди были кариглазами. Генетики заметили, что ген кариглаз является самым сильным. Он побеждает гены, которые отвечают за голубой и зеленый цветоглаз. Однако все не так просто. Как оказалось, кариглаз по сути вообще не существует, и все люди на самом деле голубоглазые. Радужная оболочка Сила падения лучей, цвет может стать другим. Сама оболочка состоит из двух слоев. Передний слой называют мезодермальным, а задний – эктодермальным. Первый отвечает за то, какой оттенок принимают глаза. Чем больше там концентрации меланина, тем темнее глаз. В переглазах людей на планете больше, в основном 80%. Где-то 8-10% счастливчиков голубоглазых, 2% зеленые глаза. Бывает еще такая особенность, как гетерохромия. То есть по-разному откладывается количество пигментов в правом, в левом глазу. И поэтому люди бывают с разными глазками. Один глаз голубой, другой зеленый, например, или голубой и коричневый. Бывает еще у нас альбиносы. Есть такая категория людей, где у них и светлая кожа, и светлые волосы, брови, ресницы. Потому что отсутствует или практически отсутствует количество пигмента меланина в организме. И, соответственно, когда солнечный свет попадает на радужку, вернее, в глаз, то свет отражается от тоткой сетчатки, под которой находятся крупные сосуды, и глаза кажутся красными. Длительное время ученые изучали природу цвета человеческих глаз. В результате длительного исследования выяснилось, что у голубоглазых практически отсутствует пигментация верхнего слоя радужки. Из-за этого она отражает больше света, чем поглощает. Отраженные световые волны короче, поэтому они воспринимаются людским зрением, как голубой цвет. У кореглазых же этот слой сильно пигментированный, что позволяет радужке поглощать больше света. Из-за этого она и кажется темной. Однако нижняя часть радужки и у кореглазых, и у голубоглазых, и у зеленоглазых, и у сероглазых полна меланина. Это означает, что все мы по факту обладаем коричневыми глазами, и под синей радужкой скрывается темный цвет. Цвет глаз меняется, во-первых, при рождении. Доказано, что уже свыше 80% детишек рождаются голубоглазыми. А потом, в течение нескольких недель, месяцев, увеличивается отложение пигмента в радужке, и в зависимости от этого формируется тот или иной цвет радужки. То есть, например, сероглазые детки уже к году определились, все, что они остаются сероглазыми. Дальше количество пигмента меняется, и синеглазые детки у нас примерно к полутора годам уже остаются синеглазые. Те детки, у которых корее глаза, немножечко со временем увеличивается количество пигмента, и к трём годам формируется уже основной цвет. Но нужно отметить, что пигмент в глазу, он только коричневый. Его не бывает ни зелёного, ни синего, ни голубого. То есть, просто от того количества, которое пигмент откладывается в радужке, вот от этого формируется цвет радужки у нас. Также во врачебной практике существует мнение, что люди с голубыми глазами в темноте видят гораздо лучше. Исследования показали, что люди со светлыми глазами имеют в среднем на 20% больше палочек в сетчатке глаза, чем люди с карими глазами. Палочки – это светочувствительные клетки, которые отвечают за зрение в темноте. Однако разница в остроте зрения в темноте между людьми с разным цветом глаз невелика. В большинстве случаев люди с голубыми глазами могут видеть в темноте лишь на несколько метров дальше, чем люди с карими глазами. Кроме цвета глаз, на остроту зрения в темноте также влияют другие факторы, такие как возраст, общее состояние здоровья и наличие каких-либо заболеваний глаз. Сам цвет глаз, он на остроту зрения не влияет. Но вот есть такие нюансы, потому что острота зрения вообще зависит от того, как работает сетчатка и насколько прозрачны преломляющие среды. Роговица, хрусталик, стекловидное тело. Насколько хороша функция колбочек в центральной зоне сетчатки. Но действительно замечено, что люди со светлой радужкой, они лучше видят в темноте. Потому что в условиях одинакой освещенности глаз поглощает больше света, и поэтому они немножечко видят лучше, чем темноглазые. Но с другой стороны, опять же, находясь на ярком солнце, светлый глаз поглощает больше солнечных лучей, и это опасно для сетчатки. У них чаще развивается центральная дистрофия сетчатки. Все люди, по сути, кореглазы, а оттенки радужки – это игра света, которая зависит от пигментации ее верхнего слоя. Изменить ее можно, однако не стоит забывать, что все цвета уникальны по-своему, и каждый имеет право на существование. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Определены победители конкурса на соискание стипендий правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики во втором семестре 2023-2024 учебного года. 43 учащимся Казанского федерального университета назначены ежемесячные стипендии в размере 5000 рублей. Отметим, что к участию в конкурсе допускались учащиеся вузов очной формой обучения по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, а также соответствующие критериям отбора студенты и аспиранты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Победители стипендиального конкурса будут получать ежемесячную стипендию в размере 5000 рублей, начиная с 1 февраля до 31 августа 2024 года. С полным списком стипендиантов можете ознакомиться на официальном сайте Казанского федерального университета. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!